Шесть кандидатов на одну вакансию. Ситуацию на рынке труда Астраханской области изучили аналитики Headhunter. По мнению специалистов, конкуренция еще будет расти. Поиском новой работы после пандемии коронавирусу займутся многие. О том, как улучшить свои позиции на рынке труда уже сейчас, узнаем у руководителя пиар-службы Макро-региона Юг, компания Headhunter Алена Монохиной. В связи со студией. Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Шесть человек на место. Такая картина во всех сферах? Ну или по каким-то отдельным позициям другая статистика? На самом деле ситуация, когда на одно предложение о работе претендуют 5-6 соискателей, это стабильная для рынка ситуация, когда работодателю есть из кого выбрать. Не очень благоприятная для соискателей, потому что им приходится соревноваться за место под солнцем, но тем не менее для работодателя она считается стабильной. Что касается ситуации в каких-то определенных сферах, то да, далеко не везде она идентична. В какой-то напротив есть высокий дефицит специалистов. Допустим, это сфера рабочего персонала, медицинной фармацевтики и в какой-то большой переизбыток кадров. Например, если говорить о сферах, которые пострадали от пандемии, прежде всего это сфера искусства и масс-медиа. В Астраханской области там конкуренция на сегодняшний день до 30 человек. Среди административного персонала до 13 человек на место. Также в сфере туризма и гостиничного бизнеса до 8-9 человек на место. Поэтому в этих сферах соискателям приходится гораздо сложнее. И какие советы можете дать тем, кто как раз претендует на такие востребованные места? В первую очередь, если человек понимает, что в его профессиональной сфере конкуренция на данный момент повысилась, и поиск работы займет больше времени, потребует приложить больше усилий, нужно подумать, специалиста какого профиля он может переквалифицироваться в какие-то кратчайшие сроки. Это может быть сфера близкая к его непосредственной профессиональной деятельности, может быть перевести какую-то часть своей работы в онлайн-формат, рассмотреть для себя варианты удаленной работы, либо какой-то подработки на определенных проектах. Если же необходимо зарабатывать деньги здесь сейчас, стоит рассмотреть такие профессии с так называемым быстрым входом. Это курьеры, таксисты, работники складов. Сегодня даже в условиях пандемии эти специалисты востребованы, особенно в продуктовом ритейле. Кроме этого, нужно понимать, что поиск работы – это всегда тоже работа, даже в условиях стабильного состояния рынка. И к этому нужно подходить систематически, использовать все возможные каналы поиска, не только работные сайты, но и рекомендательный рекрутинг, то есть обращаться к помощи друзей и знакомых, говорить им о том, что вы ищете работу и какую. Использовать социальные сети, какие-то другие ресурсы, где вы понимаете, что можете найти ту работу, которую вы ищете. И, конечно, каждый день уделять на это определенное количество времени, подходить систематически, улучшать какие-то свои профессиональные качества и навыки, чтобы максимально быстро трудоустроиться. На то место работы, которое устроит по всем позициям. Вот обычно люди ищут работу новую в той сфере, в которой уже имеют опыт. А полностью сменить профиль реально сейчас? Зависит от того, насколько человек настроен на это, понимает в первую очередь, что его либо не устраивает его профессиональная деятельность, либо не устраивает уровень дохода, либо понимает, что в данный момент в этой сфере очень высокая конкуренция и тот уровень заработных плат, который его не устроит. Прежде всего, зависит от того, насколько у человека есть временные возможности переучиваться, переквалифицироваться, есть ли у него финансовая подушка безопасности, чтобы проходить обучение и не зарабатывать деньги. Поэтому каждый случай индивидуален. Но хочется сказать, что в любой профессиональной области сегодня не ценятся те люди, которые никак не растут и не приобретают какие-то дополнительные навыки и знания. Потому что сегодня на рынке труда, в условиях пандемии, тем более, главный, так сказать, девиз – это обучение через всю жизнь. Уже не получится, едино, что и получив диплом образования, весь свой профессиональный путь продолжать, только основываясь на когда-то полученных знаний. То есть должно быть постоянное самосовершенствование, приобретение новых знаний и навыков. Продолжаем обучаться. Большое спасибо, Алена. На связи с Центром новостей была представитель компании HeadHunter Майкро-региона Юг Алена Манухина.